Более 700 самарских зданий представляют собой историческую ценность. 47 из них являются памятниками федерального значения, более 400 – регионального. Градозащитники выделили порядка 800 домов в Самаре, которые особого статуса не имеют, но исторически не менее ценны для города. Чтобы оценить эти помещения, в городе сформировали экспертную комиссию. В результате ревизии она рекомендовала включить в историческое поселение еще как минимум 19 домов. Результаты работы комиссии исходили с того постулата, что ЦБФО является средовыми объектами, не обладающими самодостаточную ценностью для их обязательного сохранения как объекта в культурном наследии. Их роль заключается в создании аутентичных исторических ценно-прометных городской среды. Историческое поселение Самары располагается в границах улиц Засекина, Набережной Самары, Арцебушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова и Самарской. На этой территории запрещается строить высотки, а те дома, которые начали возводить еще до получения особого статуса, все же достроят. Квартиры в них уже куплены. Но чтобы получить разрешение на новые работы, строителям теперь придется пройти несколько этапов серьезного отбора. Мы рассматривали, в общем-то, у нас есть предложение абсолютно все вопросы выносить на град-совет, но мы рассматривали, конечно, град-совет города. Но если предлагают тогда и град-совет города, и град-совет при губернаторе, но это будут еще два этапа отсечки. Вы не возражаете? Нет, я за. Все меры направлены на сохранение уникальных памятников архитектуры, которыми богато Самарам. Это наследие ценно не только для жителей областного центра, но и для всего региона, отметил губернатор Дмитрий Азаров. Конечно, отдельно хочу подчеркнуть, что сохраненный для современников и потомков так называемый старый город – это своеобразный мост из прошлого в будущее, соединяющий эпохи, поколения и, конечно, человеческие судьбы, в том числе наших великих земляков. Сбережению архитектурного наследия и дальнейшему развитию Самары, конечно, мы должны уделять первостепенное внимание. Здания, которые вошли в границы исторического поселения, отреставрируют, а новостройками-великанами займутся дизайнеры, чтобы органично вписать новые дома в историческую городскую среду. Мария Левина, Николай Епифанов. События.